здравствуйте мы в итоге разворошили этого как и демона похоже но не уверен что здесь произошло ну да ладно я вот переключение чтобы выйти убираем здесь супер дробовик жмем эту кнопку чтобы вызвать побольше ребят потому что мы хотим убивать это зачем мы здесь оставляем хит скайнера здесь безопасного расстояния укрытием потому что именно так с ними стоит бороться заблудился в трех соснах бывает так отлично с этой зоной покончено и через вот такой вот пространственную штуку мы попадаем сюда и кто будет много по карте буду будет перемещаться между различными мирами я так понимаю здесь ожидают как и демона немножко постреляем но на самом деле я жду пока их появится чуть больше мы смогли их всех сгруппировать и раскрыть полный потенциал ракетницы вот так вот примерно да еще вот такой вот ноутс здесь возникает на котором стоит сфокусироваться где мы уже в таком облачке хорошим удобным для наших аркет пусть пусть и так далее следующие пространственные врата но скорее пространственная вилка потому что здесь два пути как видите и на самом деле чтобы пройти уровень достаточно пройти лишь по одному из них там разные миры за ними мы пройдем их оба потому что за прохождение обоих путей будет специальная награда вот я предпочитаю брать вот этот красный сначала не знаю почему просто потому что здесь мы в снегах я так полагаю часть второй карты точнее часть мира из второй карты которая здесь также была ледяной которая здесь также была ледяной которая нас выпустит отсюда заодно вызвать всякий нонсенс нам нужен этот радиационный костюм потому что вот эта фиолетовая жидкость и ранит нажимаем все кнопочки вызываем больше монстров чтобы они друг с другом сражались а мы добиваем как обычно вот эти летающие ребята могут да они могут быть опасными я как раз поймал нескольких ракет но ничего страшного упс а вот это уже было неприятно кажется их оставил оставлял живых слишком долго ну да ладно наверху должна была быть аптечка насколько я помню более чем достаточно итак тут буквально здесь можно пройти направо и пора арен и уровень завершится но мы как помним у нас остался еще один путь вот этот вот синий отсюда в него попасть нельзя значит нам нужно вернуться назад и обратить внимание здесь есть фиолетовые ворота понимаете да это подсказка то есть у нас был красный путь сейчас мы пройдем по синему пути смешание цветов красного и синего дают вместе фиолетовый то есть это такая некая подсказочка как попасть за эти ворота тем не менее здесь вот такой вот небесный мир который был в Эншин Элиенс и в последней карте первого интергалатик зонологи очень-очень красивый атмосферный пока что мы здесь наслаждаемся эстетикой и собираем всякие вкуснящие нам нужно нажать кнопку вот здесь чтобы начать бой как-то им не торопится появляться обычно не появляются здесь быстрее так прыгаем сюда и вот так же по кругу перемещаемся по этим платформам и все у нас будет хорошо пока мы не ловим снаряды отсюда мы застреляем анкогуса и так же из этого окна очень удобно убивать реминантов вон там чем мы воспользуемся чем мы воспользуемся от ракет мы так же убегаем по вот этим вот платформам добьем оставшихся мне нравится какая-то арена устроена вообще очень интересная механика с этими перемещениями и это все мы выходим в тот же коридор но теперь фиолетовые ворота открыты и за ними БФГ наша награда собственно за прохождение обоих путей так предпоследняя арена это вот такая инопланетное строение я так полагаю которое нам так же стоит защитить так сильно мы увлекаться не будем потому что эта арена снова будет заселена я ее уже всех убил да ладно что мы нажмем вот на эту кнопку появится еще больше ребят так вот этих летучек я хочу убить заранее к тому же они взрываются и ранее тех кто ниже тоже полезно ау ах так проныло ах так проныло я постараюсь паучков стравить с хеллайтами потому что нет из этого ничего не вышло иначе мы их просто взорвем иначе мы их просто взорвем здесь хеллайт сторожит врата звездные я так полагаю вы сейчас сами увидите это еще один инопланетный хайвей такой межпространственный не знаю как это назвать по-русски магистраль и мы теперь вот на этом я не знаю колизее что это так так это эти платформы заполнятся паучиками впоследствии но все это будет раскрываться постепенно то есть сначала тут как и дьявоны будут населять пространство мы их оставим они будут сражаться с другими монстрами все их телепорты на таймере поэтому мы просто будем кругами отстреливать я не вижу смысла убивать как о демонов они могут послужить хорошую службу мы их все равно убьем конечно но после если кто-то из них выживет появляются паучки и их мамочки так когда здесь появятся ревенанты начнется уже настоящее дело мамочки уже на кого-то отвлеклись как раз таки на как о демонов насколько я понимаю и в идеале все с ними будут сражаться и добьют как правило они умирают очень быстро это было наверное глупо но там было слишком страшно толпа скелетов стреляли почему они неужели она по ним не попала все скелеты прям на меня шли ой 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 ну понятно это тот классический случай когда на запись все идет не так как как должно не так как по плану на записи всегда приходится импровизировать блин ну ладно обычно паучихи очень быстро отмирают но придется этому поспособствовать ну с ними сражается какое-то количество скелетов но обычно на них отвлекаются почти все и этот бой труда не составляет но опять же на запись все идет не так это что это 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 когда мы мы и это у меня это на меня попадает она вот тебе за это отлично кнопка здесь кнопка там открывает выход нам так а мы одного где-то оставили и да именно одного я потом объясню тем не менее нам придется вернуться назад неприятно благо карта не такая большая как может показаться здесь явно никого глянемся сначала зимний мир явно никого не должно быть но мало ли у нас в небесах может ревенант какой-то остался или им нет ревенант похоже раз подумал что им где-то здесь не телепортировался или еще кто-то но вот мы можем еще раз насладиться а вот ты где думаешь ты спрятался итак это это все убийства крайне мере из тех что мы должны сделать вручную мы видим на счетчике одного не хватает но он будет в конце чтобы мы пройдем по вот этому тоннелю с которого все началось какие по логе в первом интергалах экзонологи посмотрим что же здесь творится нажимаем кнопку кстати убийство засчитывается и происходит водородов этим она завершается честно говоря не понимаю что это то ли шоу какое-то было типа зайка фильме бегущий человек то ли эксперимент какой-то лишь пространственный несось честно я слов не нахожу особо чтобы описать этот уровень он очень здорово построен эти вот все межпространственное перемещение между теми местами в которых мы раньше уже были которые представлены по-новому очень интересная арена особенно вот это вот небесная где нужно между платформами перемещаться вот таким вот образом перелетаешь очень здорово мне конечно не очень доволен тем что произошло на финальной арене ну меня лень перезаписывать это все очевидно ставим как есть просто как напоминание о том что на запись все может пойти не так как запланировано ну ладно потому что человек я тоже могу ошибаться как и рандом в этой игре целом по ладу по комплекту уровней он прекрасен ссылка как обычно в описании просто поиграйте в эту отличные приятные карты что по архитектуре по визуалу бои затягивающие и не простые но и не издевательски подойдет вообще всем и это честно именно то что я ищу в этой игре это то почему я внесла что таких вот архитектур таких вот задумок вот таких уровней такого визуала нет вообще нигде больше по крайней мере я не нахожу и то что вообще комьюнити сообщества делает с думом какие уровни рисуют и у них постановки это непередаваемо но поэтому эта игра будет жить вечно по моему ну да тем не менее на этой позитивной ноте разрешите отклониться мы закончили с интергейл фикс и нового ж2 это прекрасно и грустно одновременно потому что хочется еще и еще но что уж поделать что дальше буду делать что именно я дальше буду записывать думе пока не знаю возможно что-нибудь еще такое интересное и не напрягающая но может быть что-то и напрягающая тем не менее да спасибо большое за просмотр и всего доброго а